СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ В Подмосковье в него входят 57 человек. Участники собрания вспомнили крупнейшие события, которые коснулись журналистского сообщества в этом году. Это 12-я медианеделя, столетие Союза журналистов России и 60-летие Подмосковной организации. Частью подведения итогов стала церемония награждения благодарственными письмами внештатных сотрудников Люберецкой панорамы, которые вносят большой вклад в развитие издания. Продолжилась встреча в формате литературной гостиной. Свою книгу коллегам презентовала журналист Светлана Самченко. Эта история похожа на сказку. Дело было где-то в последней четверти XIX века. Жил-был в красивом белом особняке на берегу теплого Черного моря старых художников. Эта история с неожиданным продолжением. Книга по главному фарватеру эпохи – это восемь очерков о судьбах кораблей. От проектирования до гибели на войне. Боевой путь суден российского флота Светлана Самченко изучает уже 37 лет. Это на вид мы видим такого большого железного монстра, у которого там пушечки торчат или ракеты, в зависимости от поколения, которому он принадлежит. На самом деле каждый боевой корабль – это прежде всего его технический компонент. Это все достижения державы, которые только могли быть на данный момент. И у каждого корабля, кроме количества определенного брони, ракет, пушек, есть еще понятие экипажа, понятие команды. Это не просто коллектив, это действительно сводный характер, общий характер. Светлана Самченко отметила, что читателями книги могут стать как специалисты, так и люди, которые не сильны в знании истории. О военно-морском деле она постаралась рассказать с энциклопедической точностью, но в лучших традициях остросюжетных рассказов. Разобраться в исторических хитросплетениях сможет даже школьник. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.